Друзья, всем привет! Недавно посмотрел статистику ICO за 2017 год и был сильно поражен этому. Если за 2016 год в рамках ICO компании привлекли более 96 миллионов инвестиций в долларом эквиваленте, то за неполный 2017 сумма инвестиций, думайтесь только, составила более 2,8 миллиардов долларов. Причем проекты, выходящие на ICO, растут с какой-то геометрической прогрессией. Если взглянуть на последний квартал 2017 года, то можно увидеть, что прирост проектов, выходящих на ICO, составил 30, а то и 50% по отношению к предыдущему месяцу. Единственное, что остается неизменным, так это то, что 99 проектов из 100 – это скам. Давайте посмотрим, что я сегодня проанализировал, подготовил для вас. Итак, первый проект называется он TheGether. Это платформа нового поколения для сотрудничества в разработке программного обеспечения. Есть ссылка на GitHub, есть смарт-контракт на выпуск монет, по выкупу есть hardcap. Но больше, как и в предыдущих проектах, ничего нет. Это для проекта, который позиционирует себя как площадка помощи программистам. Ну, как можно помогать программистам, не понимая своей миссии и не сумев донести ее до самих же программистов. Ну, не думаю, что проект сможет исправить такое досадное упущение в своей работе. Ну, мой вердикт – данный проект скам. Следующий проект называется он Око, Окоин, VR-платформ, эволюция в порноиндустрии. Знаете, данный проект мне напомнил один из моих ранних проектов, но не в пример моему у данного проекта отсутствует прототип. А контракт на сбор средств, ну, я не знаю, он практически непригоден. Говорить о защите средств инвесторов, ну, по такому вот контракту тоже не приходится. Тема ниже пояса, ну, я думаю, что не гарантирует она хороших сборов, а вот правильно сделанный контракт повышает шансы собрать их сохранить. Мой вердикт по данному проекту скам. Следующий проект называется он E-Chat. Ну, что могу сказать по данному проекту? Фаундеры не особо парятся по поводу смарт-контрактов. Его у них нет, как и нет прототипа того, что они продают нам с вами, наивным инвесторам. Ну, я не знаю, похлопаем в ладоши. Китайцы рулят, молодцы. Данный проект тоже считаю скамом. Проект TravelChain. Проект это децентрализованная платформа обмена данных для рынка туризма. Посмотрел, есть у них ссылка на GitHub. Есть контракт, соответственно, на GitHub. Ну, кроме общей болезни с искровой заморозкой в контракте, отсутствуют кошельки на баунти и на команду. Ну, это, возможно, и небольшая ошибка, но я бы напрягся. В белых страницах прописано, в принципе, распределение токенов. А вот почему не прописано все это в контракте? Для меня это вопрос. Но давайте отвлечемся от этого факта и вернемся с вами на землю. Проект предлагает собственный блокчейн, и это не может не вызывать уважения, на самом деле. Но, если рассматривать с точки зрения инвестора, я понимаю, что покупка и продажа токенов собственной системы может столкнуться с проблемами совместимости, наверное, что может, в принципе, и ударить по стоимости токена. Я пока бы не стал инвестировать в данный проект. Следующий проект – IHTCoin. Проект, на самом деле, не для России, да, в принципе, наверное, не для кого, кроме Китая. В Китае, как мы знаем, ICO запрещены. На GitHub я не нашел коды, в принципе, нет ссылки. Ну, продажи пока не начались, идет запись в белой странице. Ну, к этому проекту возвращаться не буду. То есть, неинтересно. Пусть китайцы им и занимаются. Ну, и последний проект, который хотел бы вам сегодня представить, называется он United Trades ICO. Я делал, на самом деле, обзор по этому проекту. Ну, давайте еще раз посмотрим его. У меня, наверное, буквально месяц назад появился заказчик из биржевого трейдинга. Так вот, их объединяет не только область приложения сил, но и желание на основе прошлого опыта, не меняя ничего в корне сложившихся реалей, перенести все это в блокчейн. Способ и необходимость такого переноса, ну, для меня лично, для меня не очевидны. Возможность манипулирования чужими средствами без каких-либо гарантий для инвестора, ну, тоже, видите как. Имея такой штат, на самом деле, штат заявленных разработчиков достаточно большой и не позаботиться о написании элементарного смарт-контракта, то есть, он есть, ну, вот, все, что я ношу. Не знаю, где можно хотя бы в первом, наверное, приближении описать свою концепцию взаимодействия с клиентом. Ну, описать, я же, бонусы, обозначить границы эмиссии, сделать единый токен. И я уже не говорю об эскроу. Так что, все, на самом деле, печально, несмотря на количество, опять-таки, повторюсь, заявленных разработчиков. И, не знаю, я бы не доверил свои средства этой команде. Вот, на сегодня, наверное, буду заканчивать. Если есть какие-то заинтересовавшие вас проекты, пожалуйста, кидайте ссылку, я сделаю на них обзоры. Вот, будем прощаться, на этом все. Всего вам доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok